Всем большой привет! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу о колясочке, которая достаточно высоким спросом пользуется в магазине. Первая коляска. Это колясочка у нас от компании Cybox. Моделька называется у нас Easy S+. Это такая моднявая, интересная колясочка, которая... Ее сложно назвать прям конкретной всесезонкой, но и для плохих дорог она подходит тоже хорошо. Но в первую очередь, на мой личный взгляд, она, конечно же, для путешествий и для теплого времени года. Так как сейчас мы находимся в преддверии сезона, сейчас заканчивается февраль, весна, лето, все отдыхаем, все отлично и нам что-то нужно для полетов, путешествий, для прогулок. Вот. И эта коляска, на мой взгляд, для этого подходит как нельзя лучше. Соответственно, начнем с вами ее изучать. Вот. Колясочка у нас весит 7 килограмм. Сразу хочу сказать, выдерживает ребенка 17 килограмм. Вот. И с трех месяцев она, соответственно, может использоваться. Ручка у нас... Сейчас я это сниму. Ручка у нас здесь по высоте, вот на этом уровне. Точные характеристики высоту ручки, вот это вот все по ссылке в описании в магазине «Первая коляска». Пройдите, посмотрите. Я же 186 сантиметров ростом. Смотрите, как вам будет эта колясочка с ручкой. Поэтому мне лично большинство ручек подходит. Смотрите. Вот. Приблизительно вот так. Соответственно, козырек. Козырек здесь приличный. Достаточно большой. Со смотровым окошком. Вот эту часть можно на замочек закрыть, если нужно. Ну, не вижу смысла. Козырек здесь вот в таком виде очень даже отличный. Вот этот участок, он засовывается внутрь, если нужно. Вот. Что касается козырька, разобрались. Давайте теперь посмотрим на само сиденье. Сиденье у нас здесь, я бы сказал, одно из самых высоких. Потому что обычно, ну вот, заканчивается. Здесь же прям очень высокая спинка. Очень длинное сиденье. Есть подножечка регулируемая. Хорошая ступенька. Тоже широкая. В общем, отлично. Бампера, как мы видим, нет. Мягкие накладочки на плечевой зоне, на паховой, нет. По мягкости, ну, достаточно мягкая. Я бы не сказал, что это прям доска и не матрас. Что-то средненькое. Но вместительное. Это очень важный момент. Ткани тоже достаточно приятные. Не раздражают. И, знаете, как по ощущению, ну, натуральный достаточно материал. Я думаю, летом ребенка раздражать он точно не должен. Соответственно, рама у нас подогнана хорошо. Не люфтит, не скрипит. Звуков особо никаких не издает. Сборочка хорошая. Что касается амортизации. Давайте посмотрим. Спереди очень неплохая амортизация. Сзади здесь даже невооруженным взглядом видно пружины. И сзади есть амортизация. Колеса здесь, кстати, у нас резиновые. Они не надувные. Но они с полиуретаном. И они очень-очень легкие. Здесь все-таки летать с ней было бы здорово. Ее нужно было сделать полегче, но мягкой. Поэтому добавили пружинную амортизацию. Надувные колеса, естественно, не ставили. Но эти колеса вполне себе достаточно мягкие. Так, тормоз у нас. Вот и вот. Оба раза сверху. Отлично. Багажник есть. Небольшой, узковатый, но есть. Это меньше было бы ужасно, конечно. Но его будет, в принципе, достаточно. Спинка у нас регулируется с помощью тросиков. Вот. Вот эта часть у нас, насколько я помню, она не убиралась. Да. Вот эта часть у нас не откидывается. Поэтому летом учтите этот момент. Вот. Ну, вроде не убирается. Я что-то посмотрел. Да, не убирается. В общем, в этом плане недочет, на мой взгляд, для летней колясочки. Но она не вот прям чисто летняя, конечно. Но хотелось бы, если очень жаркое место где-то, вы будете чуть-чуть проветрить. Вот. Соответственно, теперь давайте я ее сложу. Посмотрим, как она складывается. Здесь, вот смотрите, есть кнопочка. Еще одна кнопка. Нажимаем одну, вторую. И толкаем ее вперед. Все. Да, вот. По-моему, коляска достаточно маленькая получается у нас. Вот. Ну, не самая маленькая ручную кладь. Я очень сомневаюсь, что у вас ее пропустят. Даже уверен, что не пропустят. Но в целом даже очень неплохо. Чтобы разложить, снова нажимаем эти кнопки. Фиксатор раскрывается. И она раскроется и зафиксируется, когда мы ее поставим. Соответственно, что? В принципе, все. Добавить мне по коляске больше нечего. На мой взгляд, такой получился вариант у Cybox Easy S+. Такая попытка из коляски чисто для путешествий сделать ее чуть более универсальной. Поставить чуть побольше колеса. Ну, на мой взгляд, в принципе, получилось. Потому что, если мы будем пытаться в 7 килограмм что-то найти, то мы ничего не найдем. Если мы уже дальше пойдем, ближе к 8, то это уже будут более большие коляски. Поэтому в 7 килограммах, там 6,5, это такой самый внедорожный, скажем так, вариант. Но едет она приятно. Детей мерили. Все прекрасно. На улице даже удалось ее покатать с ребенком по парку. Ну, не в своей, но в клиентской, скажем так. Мне понравилось. Тихо, аккуратно, мягенько, вместительно. Вообще, у меня претензий к коляске по ходовым качествам не возникло. Но эксплуатировалось, естественно, 10 минут буквально. Ну, вот такой мой единственный был опыт. Так, в принципе, все. Добавить мне больше нечего. Мне коляска нравится. Выбирать, естественно, вам. Если вы для себя что-то в обзоре подчеркнули, ставьте, пожалуйста, свой царский лайк. Подписывайтесь на канал. Это очень помогает развитию канала. Чтобы вы же могли посмотреть для себя какие-то обзоры, подчеркнуть нужную информацию. И большое спасибо первой коляске за предоставленную колясочку на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочки для вашего ребенка. Всего доброго.